На сегодняшнем еженедельном оперативном совещании правительства региона значительное внимание уделили теме патриотического воспитания детей и молодежи. Как выстроена такая работа, рассказал министр образования Андрей Милехин, а также руководитель Министерства по делам молодежи Татьяна Киреева. Сейчас в клубах профильной направленности около 6,5 тысяч ребят. Как отметил Вячеслав Гладков, учитывая, что в области около 300 тысяч детей в возрасте до 17 лет, такие показатели недостаточны. На всю область, на 22 муниципальных образования, всего 185 клубов, в каждом из которых в среднем занимается по 34-35 человек, очень слабый результат. Нам же нужно создать такие механизмы, такое количество, которые позволят иметь 100% охват, где один ребенок, он может заниматься учреждением, безусловно, дополнительного образования, культуры. Он может заниматься в спортивном, он может заниматься в военно-патриотическом клубе. Но мы же эту работу должны с вами направить на воспитание каждого ребенка. Как только мы одного ребенка упускаем, им с удовольствием займутся наши враги. По мнению главы региона, один из основных критериев эффективности такой работы, то, как ребята рассказывают в соцсетях о своих увлечениях и активностях. Если ребенок не снял про то, как он отдыхал в лагере, занимался в армате, в воине, не снял и не выложил в соцсети, значит, это его отношение ко всему. Значит, ему не понравилось ничего. Если он с гордостью рассказывает, пересылает во всех группах, где он присутствует, он распространяет это, значит, все удалось. Повторный доклад о работе по патриотическому воспитанию профильные министры должны представить в декабре. Кроме того, говорили и об одаренных детях. Как отметил министр образования области Андрей Милехин, в районах и округах есть как материальные, так и нематериальные меры поощрения талантливых ребят. Но везде они отличаются. Губернатор поручил создать в регионе единую систему поддержки с центрами в каждом муниципалитете. Талантливым детям нужно оказывать помощь, успех детей в учебе, в спорте, создает дополнительную мотивацию у их друзей, у их одноклассников. Запрос у родителей и у детей на увеличение внимания страны муниципалитетов есть. Как отметил глава субъекта, большие финансовые затраты не потребуются. Это вопрос систематизации. В ходе совещания объявили и о старте нового регионального образовательного проекта «Ты в деле». Он направлен на привлечение внимания старшеклассников и студентов СПО к сфере предпринимательства. Задача, как отметил первый вице-губернатор Дмитрий Гладский, гораздо шире, чем дать информацию и познакомить с профессией. В случае наличия у старшеклассника и студента заинтересованности в реализации себя в этой области, создать все необходимые условия для разработки бизнес-проекта, открытия реального бизнеса и его функционирования. Первый этап начнется уже в ноябре. Планируется, что проект охватит почти 55 тысяч учащихся. Ребят ждут встречи с ведущими предпринимателями области, образовательная программа, а после они попробуют разработать собственную бизнес-идею под руководством наставников. В перспективе – стажировки на лучших региональных и российских предприятиях. А на заключительном этапе в сентябре 2024 года финалисты «Ты в деле» зарегистрируют свой первый бизнес. Я не слышал про аналогичные проекты. Много переживаний, потому что дети, несовершеннолетние, опыта в этом направлении нет. Но мы понимаем, что запрос очень большой. Если мы сможем сформировать успешный механизм, который будет работать, то, конечно, это было бы… очень хотелось бы, чтобы действительно проект был успешным. Продолжение следует...